А повторилась она уже в 1839 году, когда Николай I с подсказки тульских купцов все-таки решил еще раз прокачать эту идею. И он поручил Карлу Федоровичу Толю, управляющему путем сообщения, еще раз поручить комиссии обследовать Ивановскую водную систему. К сожалению, к этому времени уже, спустя 20 лет, она уже практически полностью была изношена, развалилась, в многих местах была утрачена. Поэтому, как посчитал Толи, доложил императору, что возобновление этой системы потребует налаживания судоходного пути между Упой и Доном на протяжении 650 верст. Это потребует огромных сумм денег, которых тогда в казне не было. Поэтому он посчитал, что поскольку крупные водные речные артерии и в Ворововской области, и в Тульской, и в Рязанской есть свои, и в Тамбовской, поэтому надности в этом канале нет. Посвящавшись с Толем, Николай I издает в 1839 году высочайшее повеление, в котором было сказано буквально следующее, что те материалы, которые остались после сооружения Ивановского канала, которые можно употребить для других работ, значит, нужно было употребить на нужные для Тульской губернии стройки, те материалы, которые употребить было нельзя, но могли иметь какую-то рыбочную ценность их продать с торгов, а сами деньги опять-таки оседали у Тульского губернатора, но что вообще не подлежало ничему, можно было раздать местному населению. То есть уже в 1939 году, соответственно, практически на Ивановском канале был поставлен крест. Куда же пошли материалы, которые остались после Ивановского канала? Ну, первое, это был построен на быки одного из мостов города Тувы, были сложны из тесаного известнякового камня, оставшегося от шлюзового строительства. Надо сказать о том, что значительная часть строительных материалов Ивановского канала оказалась на территории Епифанского и Веневского уеда. В частности, фундамент памятника Мирю Донскому на Красном холме был облицован тесаным известняковым камнем, который, если вы видите в то время фотографии, мы извлекли, когда памятник реставрировали, был полностью выбран старый фундамент, и вот этот тесаный известняковый шлюзовой камень был нами доставлен, и до сих пор он у нас хранится для будущих наших экспозиций и выставок. Надо сказать о том, что мореный дуб пошел на поделки для усадебных домов местных помещиков. И вот из мемуаров графа Юрия Александровича Алсуфьева мы знаем, что очень многие шкафы и мебель, которая хранилась и использовалась в поместье села Красной Буэйцы, Алсуфьевской поместье села Красной Буэйцы, было сделано из моренного дуба, который хранился на строительных площадках Ивановского водного канала. И надо сказать о том, что часть каменного материала пошла на строительство оружейного завода, на его постройки. Многие церкви на территории Куликового поля, также цокольные белокамерные фундаменты, были сложены из тесаного известнякового камня Ивановской водной системы. Можно себе представить, какой огромный объем строительных материалов был запасен в петровские времена, что вот эти все крупные масштабные стройки 19 века использовались те материалы, которые остались от Ивановского канала. Последний всплеск внимания к Ивановскому каналу связан с 1887 годом. В этом году была сделана такая пиар-акция. Елевский уезд на предельстве дворянства Сергей Сергеевич Бехтьев устроил такое показательное плавание на одном из пароходов между Ельцом и Донковым. И показал, что Дон в этом участке также судоходен, как и на более ниже по течению, скажем, в районе Ростова-Дону или на более нижних участках самого Дона. Поэтому он еще раз возбудил внимание царского правительства к тому, чтобы действительно Дон стал судоходным. И опять вернулись к Ивановской водной системе. Ну, надо сказать о том, что опять было посланы инженеры. В 1888 году инженеры вновь посетили Ивановскую водную систему, от которой уже практически ничего не осталось к этому периоду времени. И выяснили, что, чтобы вознаграждать действия Ивановского канала, нужно всего лишь, не многим, не мало, чуть больше 11 миллионов рублей. Естественно, понятно, что таких денег никто вкладывать в эту разрушенную, уже многовековую, разрушенную, более столетий разрушенную систему вкладывать не хотел. Ну и по образу выражению Игоря Николаевича Юркина, последние идеи Ивановского канала были похоронены свистком паровозов, огласивши довые веси Епифанского уезда того периода времени. То есть развитием железнодорожного транспорта Ивановский канал стал абсолютно не нужен. Ну, надо сказать о том, что действительно о Ивановском канале писали, писали многие наши тульские краеведы, но как бы какой-то особой, такой хорошей, большой монографии на сегодняшний день не осталось. Давайте с вами пофантазируем, что бы было бы, если бы Ивановский канал заработал в полную мощь? Ну, наверное, как бы понятно, что и Веневский, и Епифанский, и Тульский уезды выглядели несколько иначе, ежели бы то, какими они выглядели после того, как Ивановский канал был заброшен. Надо сказать о том, чтобы когда первая проводка судов состоялась в 1707 году, по трассе всего канала, по Упе, Шату и Дону, на Верхнему Дону, были сломаны все плотины мерницы и даже сломана плотина оружейного завода в Туле, с тем, чтобы эти суда пропустить. То есть, вот насколько большое внимание и значение придало Петр Первый этому гидротехническому сооружению. Ну, к сожалению, конечно, нашему каналу не повезло. Почему? Ну, параллельно с Ивановским каналом, как уже говорил, строилась Вашневолодская водная система. Ее также строили гавандские мастера, и также в 1719 году ее забросили. И также не хватало воды, и также она была недействующая. Но Вашневолодскому каналу повезло. Дело все в том, что нашелся томатная самолучка, новгородский купец Михаил Иванович Сердюков, который взял у казны в аренду эту Ивановскую, недействующую Вашневолодскую систему, и, так сказать, действительно вложив в нее средства, в свой ум и талант, он добился того, что она начала действовать. Она заработала. Вот, к сожалению, такого Сердюкова для нашего Ивановского канала не было. Тот, кто бы действительно, так сказать, вложил свою душу и средства для того, чтобы этот Ивановский канал заработал. Ну, Вашневолодскому каналу повезло, нам нет. Ну, а что же осталось сегодня? На самом деле осталось, как ни странно, очень много. Ну, во-первых, если мы с вами посетим Бобриковский наш музей историко-художественный, то мы с вами увидим достаточно очень интересную экспозицию. Небольшой, правда, маленький зальчик, но в нем хранятся подлинные вещи, оставшиеся подлинные находки, артефакты, которые сохранились со времен шлюзовского строительства. Даже сейчас в Дону мы можем с вами увидеть те дубовые брусья, которые остались от шлюзового строительства. Вот, Владимир Петрович Бориценко, директор музея, в 2006 году мы плыли на водке по Дону, недалеко от деревни Прилипки, и увидели посреди Дона вот дубовый брусь, грань 30 сантиметров, которая торчала прямо посреди Дона. К сожалению, мы на следующий год его не увидели. Но это фотографировать успели. Опять-таки, если мы с вами посмотрим, даже сохранились сваи на месте строительства шлюзов, недалеко от реки Бобрики, даже ниже по течению в этих местах эти сваи продолжают торчать из дна Дона, верховью Дона. Сохранились по берегам рек остатки вот той каменной облицовки шлюзов, в которой был облицован каждый шлюз на Шату, на Иванозере, на Дону. Вот фрагменты таких шлюзового честного камня до сих пор хранятся по течению Дона и Шата. Даже на картах 50-тысячного масштаба мы с вами можем увидеть, опять-таки, даже, вот видите, даже 50-тысячного масштаба мы с вами видим вавы, протянувшиеся по Дону и Шату, которые были отражать остатки канавов, которые сохранились на наших дней. Ну вот, совсем рядом под Новомосковском эти вавы очень хорошо видны, читаемые в рельефе. Вот эти вавы. Где он течет сейчас? По старому руслу. Видите, что-то между каналом, по каналу, где он виляет. Как бы ситуация, конечно, очень странная, сложная и разнообразная. Ну вот еще один хороший очень кадр, видите. Вот видны параллельно вавы. Вот остатки, сказать, шлюза. Но по шлюзам не скажу немножко позже. Вот. Иной раз мы на берегах Дона видели в поймах достаточно большие, огромные кучи земли. Но, честно говоря, никакого промышленного строительства современного на этих территориях не велось. И почему в поймах возникли эти огромные, так сказать, кучи глины, земли и щебня, для нас было загадкой. А тем не менее, у всех жителей местных, которые мы опрашивали, вот в этих районах, все были сказали, это от Петровского канала. Это запасы грунта, грунта от Петровского канала. Опять-таки, ну, если мы с вами, достаточно очень интересный участок сохранился в Валов ниже в падении Иваньковской ручья. Вот, опять-таки, мы с вами видим, вот остатки этих Валов хорошо видны на картах 50-тысячного масштаба. Надо сказать о том, что в 1770 году Екатерина Вторая, большую, ну, в Спасской в области, цену которой было село Бобрики, решила отдать своему нескорожительному сыну Алексею Григорьевичу Бобринскому. И она выкупила все местные имения и создала такую огромную царскую, царскую дворцовую в область, Бобрику, так называемую, Бобрику, спасскую в область, с ценой Бобрики. И когда в 1770 году земли веры, делая границу, межевую границу, этой новой дворцовой в области, которая потом была дана Алексею, то они, как бы, хорошо очень прочертили остатки самого канала и остатки самого шлюзов. Вот эта карта стала ключом к разгадке многих тайн, связанных с местохождением шлюзов, поскольку действительно никаких подробных карт, технических чертежей, которые бы сохранились с начала 18 века, а в 13-ти Теребановской свободной системы не осталось. Ну, опять-таки, вот даже, видите, торчат в воде рустованный белый пиленый камень, торчат в эти сваи с специальными врезами, как показали наши архитекторы, это специально были врезы для укрепления верхушек свай, чтобы они не размочаривались при их забитии в грунт. Вот сами, собственно говоря, что из себя представляют современные остатки шлюзов. То есть, вот по этим ямам, небольшим ямам и примерным расположением по карте дворцовой Спасской в области, мы постепенно нащупали места многих шлюзов. Оказалось, что в 19 веке существовал развитый промысел. Были целые строительные артели, которые арендовали у местных крестьян землю, на которых располагались шлюзы, а в то время они еще были хорошо видны, и они выкапывали из земли те деревянные конструкции, тот деревянный брус, дубовый основной брус, тот рустованный, пиленный, известняковый камень и продавали. И, видимо, бизнес был настолько прибыльным, что вот эти артели существовали на всем протяжении и Дона, и Шата, и выбирали вот эти остатки строительных материалов. Вот по этим ямам, по этим каналам, которые сохранились на территории шлюзов, мы сегодня можем достаточно достоверно определить, где действительно располагались шлюзы в тот период времени. Ну, вот еще несколько кадров вот опять-таки, видите, хорошо очень видно, как вот один вал, русло канала, второй вал, а сам Дон вильнул и ушел на старое русло, и канал оказался сухим. Очень интересное место около Михайлов-Киренево, это опять-таки Кимовский район, где мы также обнаружили достаточно интересный фрагмент шлюзовой системы, обваловок, связанных с Ивановским Донским каналом. Ну, вот этот топографический план, видите, вот сколько нужно было нам положить времени, сколько нам надо перевопать литературы, получить картографических материалов, чтобы из этой лужи понять, что это был действительно шлюз. Мы сняли топографический план этого участка, видите, вот один вал тянется, второй параллельно вал тянется, Дон ушел по старой системе, и видите, здесь вал имеет такое закругление, а вот здесь между валами обнаружено большое количество рыбок. Как показали наши исследования, это действительно остатки Михайловского шлюза, который располагался в этой точке, а вот здесь было достаточно очень интересно это место, которое перекрывало Дон в этой части. Здесь был пруд, пруд, который был отстойником, так называемым. То есть, когда суда двигались сверху вниз по течению Дона, то в зависимости от, поскольку шлюз пропускной способности была невысокая, то если двигался караван судов, здесь был отстойник, где суда ждали свою очередь для того, чтобы пройти шлюз. И вот видите, примерно расстояние между шлюзами практически везде одинаковое, а там, где был сам шлюз, оно сужается. То, что мы с вами видели на предыдущих принципиальных схемах, которые, так сказать, мы построили уже по тем материалам, которые имеем на сегодня. Вот рустованный камень, который остался в плотине железнодорожного моста через реку Дон в районе Михайловки, сама плотина, сам мост был облицован вот этим шлюзовым камнем, который остался от того времени. Вот как выглядел в разрезе непосредственно сам вал. Сохранились в связи, что валы были, собственно говоря, бились по бокам, бились сваями, чтобы вал не расползался, не оползал. И для пущей важности с обеих сторон валы обсаживали деревьями. Но деревья, конечно, не сохранилась, и следов их не сохранилась, как, собственно, мы и нашли на Дону непосредственно в этом месте, где мы сумели зачистить стенку непосредственно самого вала на большую глубину и следов свайных конструкций. Видимо, местами вал был просто насыпан. Спрямляли русло Дона. Вот видите, очень интересно у нового поселка, хорошо видно на карте, да, из космического съемка. Петля вот такая, когда мы пришли с местным населением, разговаривали, откуда у вас такая петля и почему вот такой образовался своеобразный пруд, это от Петровского канала. То есть, традиция настолько устойчива сохранилась с начала XVIII века, что вот эти спрямления русло Дона четко отложились в памяти народа, что действительно вот эти петли Дона, которые хорошо сохранились на сегодняшний момент, они обвалованы, здесь специальные валы сделаны, тоже осталось как сооружение Ивановской водной системы. Очень интересное сооружение Ивановской водной системы сохранилось под Епифанией около села Козлова. Вот старый русло Дона протекало, вот оно было, старый русло Дона, и вот эта огромная петля была срезана длинным, километровым каналом, наденящим вот эту петлю. И вот здесь, там где изображен мост, находился один из шлюзов непосредственно в районе Епифанией. Вот он хорошо виден на космоснимке, поэтому вот действительно канал прямой, обвалованный, очень красивый, может являться объектом туристического показа непосредственно вместо самого шлюза. Вот на этом месте потом была Козловская мельница, сейчас шлюз находится на дне самого непосредственно Дона. Ну, с тысячи, уже больше десяти лет на территории Епифанского, Кимовского и Куркинского районов работает экспедиция, совместная экспедиция института истории сессионной техники и нашего музея-заповедника Куликового поля. Мы изучаем остатки Ивановской водосистемы, как архивные исследования проводим, так и натурные полевые. На сегодняшний момент действительно проведен достаточно большой объем научных исследований, применялись самые различные методики, включая геофизику, электроразведку, бурение. Но в этом году нам предстоит шурфовка на тех наиболее перспективных местах, где в результате бурения в толще между валами были обнаружены фрагменты мореного дуба в этих буровых скважинах. По всей вероятности мы можем обнаружить на этих местах остатки деревянных сооружений, которые сохранились до нашего времени с тех конструкций, которые остались на Ивановской водной системе. Вот результаты таких работ, непосредственно схемы геофизики, схемы расположения непосредственно самих скважин, а их было пробуждено более 40 в самых перспективных точках наших шлюзов, тем, чтобы потом действительно на этих местах заложить уже непосредственно археологические раскопы. Ну и хотелось бы, конечно, закончить значением Ивановской водной системы, но все-таки закончу ложкой дегтя в нашей большой бочке мёда. Дело всего в том, что, несмотря на то, что действительно это уникальные памятники, техники и гидротехнические сооружения начала XVIII века, они продолжают интенсивно разрушаться. На сегодняшний момент мы встречаем случаи, когда действительно грунт из Ивановских валов Ивановского канала вырезается экскаваторами, увозится на московские усадебные участки, а подзывок он в большинстве сложный из чернозема. А сам Дон, к сожалению, в районе Донского и Новомосковского представляет из себя мутную, грязную канализационную источную воду. К нему подходить даже страшно. Поэтому хотелось бы, конечно, обратиться и к нашим экологическим службам, и к нашим службам охраны памятников с тем, чтобы действительно вот те забытые, но очень важные события нашей тульской и отечественной истории, ее следы, свидетельства, ее памятники. И сами воды, шаты и Дона можно было показывать туристам, а не приходить, когда к Дону просто подойти нельзя, потому что он пахнет амириком. Ты задыхаешься, стоя рядом Дон, и эти ржавые болота, эти источные воды постоянно мы видим на протяжении всего течения Дона от Новомосковска до Епифании. Поэтому, конечно, наша задача сегодня это привести в порядок очистить и сам Дон, и сам Шат, это взять на охрану те объекты, которые на сегодняшний момент сохранились на территории этой Ивановской водной системе. Ну и нас с Игорем Николаевичем Юркиным ждет научная монография, которую мы надеемся, что в следующем максимум через год выйдет, и мы с вами увидим уже те результаты работ, и ту историю в более подробном расширенном варианте по той стройке, которую задумал Петр I и осуществлял на протяжении почти 20 лет на территории нашей Тульской области. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ